привет ребятишки как у вас делишки с вами алекс на канале сыну for и сегодня я буду рассказывать вам про игру land of the vikings land можно перевести как она переводится как земля земля викингов но можно и как страна викингов сделать ну короче смысл понятен игра в которую я проиграл уже 20 почти 27 часов там совсем минут 20 наверное не хватает до 27 часов но от ним отнимем где-то часа 3 ну где-то плюс-минус простой был может даже больше ну короче вот так вот проиграл я три вечера в нее сидел играл ох затянула затянула на меня затянула начало себе такое просто выбен выбираем себе баннер выбираем какую землю мы хотим есть просто земля называется маленькая земля это вот зеленая земля наверное много рек я в нее не играл есть просто белая река называется и small land маленькая земля вот я играл в маленькую землю и ну как вы поняли был под большим впечатлением игры конечно есть свои промашки там ну она сейчас в раннем доступе она еще не вышла в полной своей мере есть баги есть недоработки скажем так которые нужно было бы сделать их ну в общем вот такое вот что поехали в саму игру ну понятно игра это симулятор колонии и городостроение стратегия викинги от самого имени понятно да песочница такое строительство ну смысл ловили наверное все это стратегия строим развиваем нашу деревню сделаем ее могущей могучей могущественной короче ну вы поняли в общем играем в первую очередь что мне уже понравилось в этой игре это то что вас чуть-чуть ведут за ручку вам дают какие-то миссии видите объект объекты там из иметь три дерева 20 стон камней и 32 таймбер это доски наверное переводится так если я не ошибаюсь ну короче с обычного дерева делают эти доски для него вот строится тоже здание чтобы это делать в таком порядке и как вы заканчиваете потом другая миссия и другая 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 помимо этого есть еще разные ситуации в процессе игре когда там какой-то конфликт между семьями или кто-то там устраивает беспорядки вас просит решить это дело в игре есть все времена года есть лето есть осень есть зима есть весна в общем все времена года есть как это ощущается ну летом поют птички вот как сейчас это лето птички поют больше никаких эффектов я не замечал летом кроме пение птиц и осенью единственная разница между летом и осенью это те же птицы поют только еще появляется какой-то ветер шум такой вот и деревья чуть-чуть некоторые деревья чуть-чуть желтеют так подсветка у них начинается такая чуть-чуть совсем я сначала даже не замечал этого потом уже я обратил внимание ну зима понятно что ее не пропустишь всем она известно как она выглядит идет снег во время этого сезона конечно же не огороды не сбор каких-то трав и тому подобное ягоды этого нету и автоматически у людей падает настроение по нескольким причинам им холодно и дома не отоплены имеется ввиду что такое не отоплены они до отопляются деревом для этого строится специальное здание я вам потом все покажу расскажу сейчас я просто поверхностно рассказываю об игре а потом уже буду показывать точно где что как но само здание оно называется так само здание так и называется пур хаус пур это бедный дом там видимо он очень простенькие и очень тяжело прогревается но вот из-за этого у них настроение тоже падает такое вот начало весны вот так вот тает снег таяние снега тут нету никакого влияния сколько было снега сколько роста ну сколько после него осталось воды или что такое тут вообще это не засчитывается и только весной период весны вот конец весны и начало вот лета где-то вот в этом периоде начинается дождь вот он идет только один раз за весь год и он всегда идет с молниями с громом с молниями что очень плохо ведь оказывается эти молнии уничтожают некоторые дома и также людей да есть такая фишка в игре но все сделано красиво с этим я не поспорю как красиво молния но если бьет там то или иное здание оно сразу не рушится а только после грозы вы видите развалившиеся здания или мертвых людей мертвых людей увидеть тут невозможно просто есть в этом лог файл ну как называется то а где записываются все происшествия которые есть ну запись такая все что происходит в вашей деревне кто рождается кто умирает там или что-то типа такого там вы можете увидеть сколько людей умерло во время грозы потом появляется диалог что типа такая вот такая херня случилось как вы поможете людям есть выбор такой и выбор как бы помочь компенсацию сделать деньгами что их очень сильно обрадует есть выбор что пожертвовать там богам ну на первой стадии вы не сможете это сделать пожертвовать богам там 5 коров там еще чего то вот 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 она видите 4 animals animals имеется в виду животных любых коров коз кто там будет у вас и пожертвовать 100 серебра или попросить самих же живущих в деревне помочь ну такое вот или ничего не делать кроме того что пожертвовать деньги все остальное влияет на какое-то поведение плохое людей в общем или на вашу репутацию только деньги деньги самая лучшая опция и так ребята давайте расскажу все по порядке что к чему по по интерфейсу чуть-чуть что за здание может быть немного короче начнем с ресурсов ресурсы все не отображаются здесь самые основные самые ходовые это бревна доски камень это обработанный камень кирпичи можно так сказать это деньги это порции еды потом год идет день тут примерно в одном сезоне если я не ошибаюсь если не ошибаюсь не вспомню сейчас сколько дней но имеется ввиду сезон весна лето и тому подобное не помню сколько честно не обращал внимание самому даже сейчас стало интересно не помню вроде где где-то наверное дней 9 может быть в одном сезоне не хотя меньше короче где-то вот так это несколько дней не больше десяти это точно это но это жестко могу сказать с с точностью с точностью просто не обращал внимание и так как поняли день ночь есть 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 сколько людей у меня максимум сейчас взрослых имеется ввиду нет это взрослые дети все вместе их не у меня радость ну насколько они радостны это моё фейм слава моя моя слава насколько я известен моя сила тут засчитывается все и сколько у меня воинов сейчас воинов у меня сейчас нету они отосланы на экспедицию на это уже другая история на рейд я послал их на рейд на другую деревню так это вот это то что здесь сверху ну и тут пока еще пишется что это ранний допуск версия там 0066 фидбэки можно давать тын ты энциклопедия такая но говняная я бы сказал так по нижней стороне есть древо древо жизни называется это ну то же самое как изучение технологии можно и так сказать древо жизни единственное что тут например я не могу видеть что здесь в какую сторону мне лучше идти мы начинаем само собой отсюда и продолжаем дальше потом вот тут вот у нас есть выбор пойти влево пойти вправо ты туда не ходить ты сюда ходить короче влево это у нас по продаже через море продажа вся происходит купи продай и военное дело дальше по древу это улучшение жизни нашей лучшие дома там таверна и так далее и так далее и так далее тут я вижу самая высокая насколько можно видеть вот тут вот но не все можно увидеть ну вроде вот тут вот выше я там не видел хотя вот тут обратите внимание военное дело вообще очень далеко заходит и вот тут что-то тоже далеко очень идет очень далеко идет ну в общем так как зарабатывать очки нет как зарабатывать это будет позже потом и так дальше у нас тут идет менеджмент в менеджменте у нас есть посмотреть все ресурсы тут уже более подробнее рассказывают какие еще ресурсы материалы еда инструменты одежда также и военная здесь надежда потом что еще у нас идет работа jobs можно отсюда отправлять это один из опции как отправлять рабочих на ту или иную работу есть получше опция тут просто намного быстрее кликнули так 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 на кликере и пошли тут просто чуть посложнее насчет работы каждая работа требует от человека те или иные качества способности скажем так кто-то умнее должен быть работа есть где нужно быть сильным большинство тут работ где нужно быть сильным где-то быстрым ну в общем ну есть и отсюда билдеров например я делаю отсюда по-другому тут не как те кто строят те кто занимается строительством это только отсюда так следующее у нас корабли тут показывает все корабли можно фильтр делать это трейд шип ну для для продаж это просто рыболовские их целостность тут они не чинятся тут они не чинятся когда просто приходит время они ломаются и нужно строить новую здесь здание все здания просто все здания которые есть где кто живет обычные из да нет где живет извиняюсь тут нету да это все здания по касание те что касается работ именно по производству сколько работает если рабочие женщины мужчины можно увидеть их не базовые информацию единственное что здесь я бы был еще рад вот видите где самом верху ему его имя и напротив свечки такие стартом это сколько ему лет было бы хорошо если бы я видел прям здесь сколько ему лет это не очень удобная вещь тут кстати много еще не не доработок это одна из них ну и все с этим покончено теперь villagers тут можно увидеть семьи можно открыть целую семью и увидеть кто у них в семье до продолжительность рода можно увидеть и вар вот фамилия и вара очень известная у меня фамилия она встречается часть частенько по крайней мере встречалась может они уже вымерли все но она была у меня очень распространенная эта фамилия у них было много мужчин и когда они выходили женились с другими то продолжение их него рода продолжалось очень много у меня его тут было можно это увидеть можно увидеть просто популяцию кто из детей мальчик девочка можно увидеть общую популяцию взрослых сколько мужчин сколько женщин ну в общем такая информация лично я ими не пользовался тут можно вот тут третья опция называется просто villagers я вот этим вот пользовался тут я могу увидеть кто голодный кто несчастлив на ответе сколько у меня несчастливых но это у меня тут случилось потом я расскажу тут еще землетрясение со временем появится когда вы достигнете определенного роста своей деревне много зданий развалилась очень много ну в общем такая невеселая вещь у меня тут происходит но это так вкратце здесь в логах вот про эти логи я вам 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 говорил я просто работаю с компьютерами и у меня вот это вот лог лог это имеется ввиду кто работает в сфере или в похожей сфере там всегда любые изменения все что происходит все записывается вот тут записывается в этом логе он тут называется messages тут сообщается кто родился кто умер кто стал взрослым когда ребенок взрослеет он становится взрослым ну и тому подобное что еще objectives это как вы уже поняли это ваши миссии они у меня уже закончились я их все сделал и алерты алерты именно то что вот картич критическая например вот у меня вот майн да тут полно видите и не забирают например еще одна майн тут я знаю я убрал людей потому что нет пока не нужно и blacksmith эти здания все друг с другом связаны поэтому мне как-то не страшненько ну и все единственное что и минус вот вот этих алертах мне не понравилось что когда умирает человек или погибает человек хотелось бы чтобы в алертах это записывалось тоже что этот человек работал там на ферме до или этот человек там работал в общем чтоб я знал что мне нужно кем-то заменить его а то когда он сейчас умирает вот я бегаю такая кнопочка же нам на альт я бегаю и смотрю блин где же мне не хватает человека где же не хватает тут два из двух там один из двух там ну в общем приходится искать неудобно было бы очень хорошо это когда и маленькая деревня одно дело когда деревня разрастается становится большой много производства и бегать так вот каждый смотреть не очень удобная вещь я думаю это сделают и дальше по интерфейсу у нас есть вырубка леса лес тут растет сам по себе со временем прорастают снова деревья ну говорю например например там выруби мне это дерево и там все также с камнями вот видите тут камни я сказал собирать они бегут собирать ну со временем вы построите каменоломню поэтому это пред можно будет потом не делать что еще тут строительство строительство ну тут я думаю не буду объяснять тот кто будет играть все поймет лайф это жизненные важные там где могут жить там где хербалист это который ходит собирать травы и ягоды таверна все что улучшает жизнь вот так вот все что влияет и улучшает вашу жизнь сториджи хранение тут разные хранения есть тут нету общего хранения для всего хранения для для дерева хранения для камней для зерна для пшеницы и так далее marketplace то где еда хранится и обычный вархаус обычный вархаус мне две штуки это вот сбор ресурсов обычных которые производятся производится тем или иным зданием вот сюда все и стаскивается вот так вот это уничтожить я могу уничтожить здание сказать ему уничтожить здание вот так это происходит разваливается здание кстати вы увидели как вернулся мой продавец и ничего не продал к сожалению да бывает такое это дорога дорога строится очень важная вещь тут дорога можно в принципе строить и без дорог но во первых известно да по дороге ходит быстрее и есть я уже так и забегая на пирот на пирот расскажу вам что есть такое такое развитие что не помню где это правда вот вот это развитие что тесто те дома которые присоединены к дороге они производят больше довольства happiness ну счастье счастье не смотрите что мне так много красного это большая огромная редкость у меня такое на самом деле в первый раз было очень сильное землетрясение правда не первый раз уже второй раз она и уничтожила очень и очень много домов жилых именно поэтому оказалось эти красные красный такой знак дома что нету дома зачеркнут дом и разные знаки они если вот этот хочет спать когда голодный там показывается что он голоден знак такой красный когда грустным тоже показывается можно нажать на каждого человечка и посмотреть на нем информацию ну вместе можно посмотреть какую одежду надевает это бедная одежда самая базовая но то что он мужик как сколько ему лет его качество есть очень много качеств но очень много достаточно качеств например вот этот умный да и также и сильные имеет силу он правда варвар не цивилизованы и и у него но он физическая какая-то у него или перелом или еще чуть в общем что то есть у него тут чем он занимается это его качество сколько у него как это будет лак но удача это удача это его сила это насколько быстро он ходит это его ум он очень умный два с половиной этого очень очень хорошо чувак очень умным это его семья его жена и его дети это его потребности еда сон счастье и его жизни тут есть локации показывается где он час мне покажут где он живет как он занял он без без дома поэтому и где он работает покажет он работает вот в этом доме он лечит ну так как он у меня умный обездвиженный он лечит у меня теперь вот об этом я и хотел вам поговорить и вам поговорить вам показать почему вот это вот опция выбор выбора кого куда назначить не очень хорошая так как вы видели у каждого персонажа есть свои качества и когда например я выбираю вот это и тут говорится что нужно ставить у кого кто очень быстро чтобы он быстро бегал и делал сбор ресурсов если я поставлю медленных автоматический сбор когда вы ставите он не умный я уже это это проверял он ставит кого попало кто первый рандомально кто первый заявится тот будет там работать вот поэтому подбор личный очень важен на то или иное место на ту или иную работу например здесь очень важно сила и бегать да тут выращивание коз в общем вот такое вот что еще я хочу сказать в игре нашлось немало багов особенно очень такой баг который все время возвращался правда в последний вечер и у меня его не было третий вечер когда я играл люди голодные или которые спать хотят и или у которых мало жизней общем что то что им нужно сделать для того чтобы заполнить жизни или что то еще они вот с главного здания с главного здания выбегали и просто бежали вниз вот так вот к морю вот сюда вот исчезали появлялись там снова и вот так вот все время бегали 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 единственное как я нашел это пофиксить это выйти из игры зайти снова потом еще есть баг не знаю с чем он связан warehouse и тут бегают чуваки очень быстрые да я их выбираю и они бегают собирают ресурсы и у меня вот тут вот есть шахта по железу стали и вот этот вархаус назначен бегать туда и собирать они это не делают вот напрочь это не делают пока я не уберу полностью все другие здания оставлю только одну вот такое вот потом с деревьями тоже есть фишка они то растут то не растут очень-очень странно у меня тут было вообще один раз я убрал деревья не они здесь вот тут вот я убрал деревья вот тут и все и они не появлялись и появлялись не появлялись они со временем дают вот такие вот ростки вот тут чисто же баг метео не дали ростки вот они должны расти это те же самые деревья они не растут такой вот бак с чем он связан и я не знаю но через несколько раз когда я и ростки убираю я убираю ростки и вдруг они могут начать расти как надо это потом потом я уже нашел кто вот с этим сталкивается у кого вдруг нету деревьев вот вам такая вот фишка на на заметку надо убирать ростки если вы видите что они не растут они растут довольно таки быстро через пару дней они должны уже чуть повыше быть потом еще выше поэтому убирайте ростки пока вот снова не будут расти причем что это в самом начале игры не было самом начале игры они росли росли нормально везде вот такой вот баг еще какой еще у меня был баг я сейчас уже не вспомню что-то еще у меня было что радует в этой игре это эффекты даже есть эффекты когда идет дождь например идет строительство и капает вот есть такая лужа такое все отражение в воде что мне понравилось тут вот есть такая еще фишка смотрите но при сейчас отпущу залезу в здание и тут сейчас наверное зима мы не увидим они вон что то есть вот тут написано что мы не должны были это видеть они пофиксит это где тут здание и пусто я не знаю они заполнят это здание или нет но надпись от производят от девелоперов что они пофиксит эту фигню и что мы не должны это видеть такая вот фишка что еще насчет зданий строительством очень тут строительство зданий в них процесс видно что вложили продумали обдумали очень качественно сделано очень интересно и наблюдать за этим еще раз я сравниваю все все такие игры с манур лорд я думаю очень хорошая игра будет когда выйдет тут есть две стадии стройки первая стадия вот видите вот тут они несут первые ресурсы это уже вторая стадия первая стадия там по моему 3 древесины и 10 10 и камней вторая стадия они приносят 6 древесины и 20 камней потом начинают вот они вложат это все посередине здесь потом они начинают порать эти ресурсы строителей и строить дом очень интересно наблюдается я как-нибудь включу вам хочу как-нибудь я вставлю небольшой фильмец как я играл там минут 20 я думаю где-то так ну радует то что детализация хорошая продумано все очень качественно вы не можете здесь очень быстро взять и развиваться здесь чтобы развиваться нужно время хотите вы этого или нет нужно время так и теперь вернемся к тому как развиваться вот в древе жизни эти очки даются когда вы выполняете миссии хорошенько там дают за миссии и во время увеличения вашей репутации и когда прибавляются люди то что не понравилось мне еще ну как-то это все-таки выглядит нелогично до определенного уровня уровня моего развития было только гроза с молниями как я вам уже говорил она уничтожала части домов и приходилось их строить заново потом очень редко случалось случился только один раз у меня что сгорело сразу три дома потому что они рядом нет два дома они были рядом вдруг загорелись и сгорели в последний раз ну то что с моей точки зрения не очень логично ладно те уже молнии они уничтожали но не так много у меня было два раза подряд каждый год происходит землетрясение в одно и то же время ну как то это не знаю туповато если честно то же самое время происходит землетрясение именно еще зимой когда холодно все нахер тут у меня разбила столько домов это уже отстроено чтобы вы поняли ресурсы на более развитые дома вот эти вот уже не не бедные дома вот эти вот которые стоят там фигню там по пару дров и несколько камень а которые уже стоят не просто дрова балки эти которые делаются или как там таймбер вот этот вот где производится вот тут вот и кирпичи да много требуется обратите внимание внимание 90 кирпича и шнур на 1 на 2 нужно 70 кирпичей при том что здесь 48 идет вот этих балок а здесь 32 32 балки вот представьте такой вот дом уничтожается а у меня кто-то уничтожилось штуки 3 их строить очень тяжело но очень много ресурсов на над для этого ну и помимо того что уничтожило еще и рабочие издания которые тоже стоят ресурсы у меня сейчас много бездомных как видите туповато вот это вот если честно получается вот что еще хотел на самом деле глуповато когда есть семья например вот у него умерла жена но почему бы не взять новую жену вот у меня может может стоять целый дом вот представьте стоит целый дом например дети уже все выросли уже ушли поженились или вышли замуж извиняюсь сухом горле и у него умерла жена или у нее мы умер муж и вот от 11 гражданин вот сидит в целом доме блин когда тут может влезть как минимум 2 почему не снова не приобрести там мужа или жену пару чтобы была пара ну я думаю это должны пофиксить как-то хочу дать такой небольшой совет по поводу выполнения миссии и по поводу неплохого бонусика периодически по моему два раза в год к вам вдруг будут приходить какие-то поселенцы с других деревень там на них напали и 5 10 и будут просить поселиться в вашем в вашей деревне соглашайтесь всегда соглашайтесь потому что это дает вам славу слава дает очки развития и когда они приходят постройте дом дом до второй стадии два дома постройте два дома до второй стадии и нажмите на паузу запомнили да потом они будут бродить без дома местные жители начнут жаловаться что типа они спят где попало что они мешают и тому подобное и решите эту проблему там будет три выбора выгнать их нафиг и вообще с деревни это вообще понижает очень сильно я это не делал ни разу но там написано очень сильно понижает вашу репутацию там другая опция выгнать их с места где они обосновались остаются в деревне но в других местах чё гавкаешь и третье это ты обещаешь вы обещаете построить новые дома вот когда вы жмете на это вам дается новая новая миссия построить два дома в течение трех дней это много три дня это немало и вот у вас будут два готовеньких дома чисто чисто построить нужно будет сняли с паузы трах 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 сделали так миссия сделано вам будет даваться очко развития повышение славы в общем приятно красиво и как говорится с выгодой это вот такая маленькая подсказочка вторая подсказка когда будут миссии пока они не заканчиваются и видите чисто по миссиям я сделал глупость у меня из-за чего получилось игра подлиннее потому что я стал развивать всякие это ветки еще они нужны в принципе они нужны но на первой стадии на первых стадиях всегда стремитесь и вверх чтобы быстро открыть то или иное развитие потому что эти миссии как я и сказал когда вы заканчиваете дают много очков развития по 6 по 5 по 8 иногда есть такие такая вот маленькая подсказочка не пытайтесь развивать что-то другое принципе на первых стадиях они не нужны ну и все в принципе включу вам игру тут вот уже тренируется у меня мои воины папа там ну и все да включая вам игру в общем если что-то вспомню еще то скажу мы все пока до встречи наслаждайтесь просмотром игры бай-бай а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует...